всех приветствую на моем канале в ю тубе вот свое последнее видео с ответом на вопрос любят ли читать музыканты выложил в одной группе фейсбуке кстати группа очень хорошая подписывайтесь называется нотный архив бориса тараканова там много интересных обсуждений вот и один из комментариев который ниже вот можно увидеть здесь самый последний на на сегодняшний момент вот на толкнул меня на размышления разные вот хотел бы ответить на этот комментарий видео формате и поговорить тут на одну тему собственно говоря эта тема о сущности музыканта о том кто такой музыкант вот видно может быть тут кто успел прочитать этот комментарий как раз идут рассуждения о том кто такой музыкант собственно отвечать на комментарии он вряд ли того стоит чтобы на него отвечать отдельно но и поскольку он меня натолкнул на разного рода мысли вот я решил все-таки записать это видео так вот озвучу еще раз этот комментарий кто не успел прочитать прослушал до половины имеется ввиду видео о том любит ли музыканта читать ровно до тех пор пока он то есть я не сказал что книги музыканту нужны для вдохновения вот правда и до этого автор тоже говорил чепуху ну ладно мне кажется я довольно неплохо там рассуждал но точно не чепуху тот кто работает по вдохновению не музыкант и вообще не деятель искусства музыкант тот кто во первых осознает себя музыкантом во вторых думает музыкальными структурами или приемами и в-третьих делает это регулярно ну вроде все хорошо в этом комментарии все правильно казалось бы вот тут не поспоришь тем что музыкант это тот кто осознает себя музыкантом но вряд ли человек который занимается исполнительской деятельностью играет вот на инструменте или там сочиняет музыку вряд ли он не будет себя осознавать музыкантом ну или может быть автор комментарий имел ввиду что такое на глубинном уровне чувствует ли действительно себя ощущает ли в полном смысле слова музыкантом то есть дышит ли этот человек музыкой наверное это имелось ввиду вот ну и дальше вот как раз идет пояснение думает музыкальными структурами и или прием не да абсолютно верно то есть я по себе могу сказать что я вот как композитор например да и вообще то есть у меня постоянно в голове что-то вертится какая-то музыкальная жизнь происходит у меня внутри и действительно идет мышление музыкальными структурами то есть вообще у нас есть такое свойство мозга что он в общем если человек не мертвый мозг у нас постоянно активен мы постоянно что-то думаем вот можно думать словами как-то вербально а можно думать звуками и для музыканта действительно характерно что он думает звуками причем именно какими-то как тут правильно сказано музыкальными структурами какими-то такими не просто не членораздельными не упорядоченными звуками а именно организованными музыкальными структурами и приемами то есть это абсолютно верно музыкант у которого постоянно что-то не вертится в голове тем более композитор который не пребывает в состоянии творчества постоянно то есть у него не прокручиваются какие-то моменты из той музыки, которую он сочиняет. Такой человек вряд ли, если у него это не происходит, может считать себя музыкантом. Так что тут абсолютно верно. И дальше, в-третьих, делает это регулярно. То есть, что значит делает? Ну, тут вот как раз я хотел бы перейти к пункту этого комментария, о котором хотел порассуждать. Дело в том, что, значит, делает регулярно, думает музыкальными структурами регулярно. Ну да, даже во сне музыкальные структуры, они продолжают складываться в какие-то более крупные музыкальные структуры, как-то варьироваться. То есть, в общем, что-то с ними происходит в любом случае. Да, это регулярно. Или что он творит регулярно, но вот это вот уже спорный вопрос. И тут я немножко вернусь назад. Мне смутила больше всего фраза «тот, кто работает по вдохновению», не музыкант. Вот, я, честно говоря, не очень понимаю вообще словосочетание «работать по вдохновению». Это как? Это, не знаю, это, мне кажется, все равно, что сказать, что я, допустим, пью бутерброд или там, даже не знаю, плаваю на столе. То есть, как можно работать по вдохновению? Работа, она все-таки от слова «раб». Нет, нет, есть музыканты, которые работают. Вот я, например, тоже сейчас сижу в школе и я здесь работаю. То есть, ко мне приходят ученики, сейчас у меня перерыв небольшой. Я тут работаю. То есть, хочется мне или не хочется, есть у меня вдохновение или нет у меня вдохновения. Но если говорить о чистом творчестве, то, ну, тут без вдохновения никак. То есть, ну, можно, конечно, действительно регулярно работать. И да, мы все помним эту крылатую фразу Чайковского, знаменитую, так скажем, о том, что вдохновение — это гости, которые не любят посещать ленивых, да. То есть, надо начать работать, может быть, даже где-то себя заставить. Вернее, не работать, а писать, да. Работать — это, опять-таки же, от слова «раб». Начать трудиться, так скажем. И вдохновение придет, вдохновение придет в процессе, если ты действительно музыкант, если ты хочешь творить, если ты не можешь не творить. То есть, если ты не можешь не писать, если ты начал, сел трудиться, допустим, тебе действительно лень там, или ты не выспался, или устал, но если ты сел и погрузился, в данном случае, как композитор, если уж мы заговорили о Чайковском, если ты погрузился в поле своей деятельности на конкретный момент, То есть, если ты сочиняешь, допустим, какое-то большое музыкальное произведение, и ты туда погрузился, вот ты трудишься над этим. И независимо от того, есть у тебя вдохновение или нет, ты начнешь, вдохновение придет. Но, опять-таки, без этого вдохновения ты далеко не уедешь. Без вдохновения можно на конвейере выпускать столы и стулья, и даже пианино можно, Yamaha, выпускать на конвейере. И даже для того, чтобы произвести пианино, в общем-то, наверное, нужны какие-то творческие усилия. Но это можно делать и на конвейере. А что мы видим очень часто, кстати говоря, на сценах? Очень много таких конвейерных концертов у нас проходит сейчас в современных реалиях. И вот когда я вижу такие высказывания, что тот, кто работает по вдохновению, не музыкант, ну, честно говоря, для меня это немножко странно звучит. Вдохновение, я считаю, что это обязательная вещь. Иначе мы скатимся действительно к какому-то конвейерному производству концертов, к конвейерному производству тех или иных сочинений. Регулярность важна. То есть мы, естественно, регулярность важна, потому что мы не должны выпадать из процесса. Я могу по себе сказать, что если я пишу какую-то музыку или разучиваю какую-то программу, я должен себя поддерживать постоянно в тонусе. То есть если я выпал из интонационного строя моего текущего сочинения, которое я сочиняю в данный момент, то мне потом долго туда надо возвращаться. Вот поэтому, да, тут необходимо регулярность, чтобы просто не выпасть из тонуса. То же самое, если я разучиваю какую-то программу, я, допустим, что-то выучил, а потом сделал месяц-перерыв, и мне сложнее будет вернуться, сложнее, чем если я буду продолжать регулярно, то есть без перерыва. Вот в данном случае регулярность, да, но регулярность, она ни в коем случае не должна превращаться в конвейер. Вдохновение обязательно, потому что, ну, если у тебя душа не лежит, если ты не хочешь, если ты не горишь, вот это горение, внутреннее горение души, оно должно обязательно поддерживаться. И, ну, поскольку я в предыдущем ролике рассуждал о книгах, книги – это, собственно, один из источников вдохновения. То есть чтобы мы могли творить, а не производить фабричную продукцию, мы должны все-таки осознавать, что мы делаем, или хотим делать что-то новое, что-то принципиально новое. Творчество – это, в общем, творчество с чистого листа, практически из ничего. Ну, как бы это считается, что кто как верит, да. Бог сотворил мир из ничего. Мы все-таки творцы вторичные, то есть мы берем некий материал, некие традиции, уже основываясь на них, наше творчество, оно вторичное, даже композиторское. Творчество исполнителя, оно уже даже не вторичное, оно там какое-то третичное может быть. То есть мы уже играем готовое сочинение, но все равно привносим от себя. Мы делаем то, чего до нас не было никогда, потому что каждое исполнение того или иного сочинения, оно каждый раз уникальное. Хотя у нас сейчас очень многие исполнители стремятся именно к унификации, к такому фабричному производству. Ну да, это тогда будет такой хороший ремесленник, а не художник. Художник, он обязательно должен руководствоваться именно вдохновением. А вдохновение, оно откуда приходит? Вот в частности из книг, из путешествий, из познания самого себя, потому что очень часто мы не знаем сами себя, если мы открываем себя изнутри, просто в течение жизни как-то меняемся и узнаем себя. Потому что, ну я вот, например, склонен считать, что очень большая часть нашей души, она на протяжении большого отрезка нашей жизни, она скрыта от нас. То есть мы должны прийти к самому себе. Наша жизнь это такой, в каком-то смысле, путь к самому себе. И мы не всегда можем себя самого постичь, уже не говоря об окружающем мире. Вот так, это огромное такое поле для познания, для нас открыто. Так вот, если мы познаем самого себя, познаем окружающий мир, это тоже наше внутреннее душевное пространство расширяет, нас обогащает и служит вдохновением для вот этого творчества. А если человек просто откровенно забив на это творчество, на вдохновение я имею в виду, на такое творчество, которое руководствуется вдохновением, просто заставляет себя именно работать, от слова раб, то ничего хорошего не получится. Получится конвейер. Поэтому очень важно руководствоваться вдохновением. И да, что касается регулярности, конечно, нельзя выпадать из тонуса. С одной стороны, но с другой стороны, бывает так, что мы реально устаем. То есть, банально накапливается недосып иногда. Вот мы работаем, скажем, преподаем где-то. Какая-то у нас сторонняя деятельность вообще. Ходим в магазин, что-то делаем, воспитываем детей. Мы иногда просто реально устаем. И в состоянии такой зашоренности, в состоянии суеты, творчество, по-хорошему, настоящее подлинное творчество, оно невозможно. Поэтому заставлять себя именно работать, поднимать целину в искусстве, ну, из этого ничего хорошего не получится. Нельзя этого делать. Нужно иногда дождаться вот этого вдохновения. Да, в какой-то момент нужно себя усадить за стол, если ты композитор, или за инструмент, если ты исполнитель, или за стол инструмент одновременно, если ты, как я, композитор-исполнитель в одном лице. И что-то начать делать. И вдохновение придет. Я по себе могу сказать, что это так бывает. Чиковский прав. Вот иногда это нужно делать. Но иногда нужно действительно отдохнуть. Нужно отойти. Потому что, ну, если тебя неделю подряд, там, каждый день бьют плетьми, ну, и потом тебя отпускают. Иди, там, занимайся творчеством. Ты сразу сможешь заниматься творчеством? Не сможешь. Тебе нужен будет какой-то период для восстановления. Для каких-то впечатлений. Для получения каких-то впечатлений. Для того, чтобы впитать что-то, может быть, извне или изнутри себя. Опять же, получить вдохновение из какого-то источника. Будь то литература, будь то любой другой вид искусства, будь то природа, будь то другая музыка, будь то просто какое-то самопознание, будь то какая-то духовная даже жизнь, религиозная, допустим, или нет. Любой внешний источник. То есть мы должны отойти, отдохнуть, получить это вдохновение. И тогда действительно мы сможем сотворить что-то новое. Именно сотворить, а не произвести как ремесленник продукт. Или продолжить что-то. Мы, допустим, отложили. У нас какая-то деятельность другая. Я про себя говорил, что я организатор и педагог. То есть у меня педагогическая деятельность, организаторская. Своё творчество в плане сочинения музыки или разучивания какой-то программы я на этот момент могу отложить. Но чтобы к нему вернуться, естественно, я должен себя привести в порядок, себя перенастроить в каком-то смысле. Поэтому, ну вот, кто этот человек, который рассуждает о регулярности, вот, честно говоря, я не знаю. Но тут, в этом комментарии, почему я так много об этом говорю, откроется некая опасность для нашего современного музыкального мира. Вот это вот постоянное вламывание, вкалывание, работа, она настоящему творчеству, я считаю, противопоказана. Именно работа в том смысле, как многие её сейчас воспринимают. То есть работа по неволе. Нельзя ничего делать без горячего желания это делать. И когда человек говорит, что, ну, если человек там регулярно не работает, вот, и работает только по вдохновению, то он не музыкант. А я вот позволю себе не согласиться. Как раз-таки настоящий подлинный музыкант это тот, который руководствуется вдохновением, руководствуется тем, чтобы действительно творить, а не производить какой-то продукт, полученный в результате работы. Ну, вот это такое моё мнение. И такие у меня вот рассуждения, соображения по поводу сущности подлинного настоящего музыканта. Подписывайтесь на канал. Будет ещё несколько видео из рубрики ответов на вопросы. И я, наверное, вскоре расскажу о своих концертных планах. В частности, расскажу о своём первом концерте из цикла концертов к 150-летию Скрябина. Скоро состоится мой концерт. Вот я о нём в одном из следующих видео расскажу. И, конечно, ещё выложу на свой канал как раз-таки результаты, плоды своей творческой деятельности, а не продукты своей работы. Спасибо за внимание.